В Славянском районе около 500 детей-сирот. Из них 412 воспитываются в замещающих семьях. Замещающий называется «Любая семья», в которой ребенок воспитывается неродными родителями. За формальным названием скрывается огромный труд, любовь к детям, забота и внимание, которые родители дарят своим чадам. Это доказали участники очередного шестого районного творческого конкурса замещающих семей «Солнышко в ладошках», прошедшего в Славянской школе-интернате. С подробностями наши корреспонденты. Главная цель такого конкурса – рассказать об опыте семейного воспитания в замещающих семьях, привлечь внимание общественности к развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поощрить самые активные замещающие семьи. Перед началом конкурса с приветственным словом выступил глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что воспитание детей в приемной семье – это очень ответственный труд. Как мы говорим, чужих детей не бывает, поэтому я хотел сказать большое спасибо всем родителям за вашу чуткость, за ваш труд, за доброе сердце, за то, что вы действительно уделяете много внимания развитию наших детей, за то, что вы участвуете в конкурсах, за то, что вы не жалеете себя и своего времени и посещаете все эти нужные мероприятия. В управлении по вопросам семьи и детства нашего района стараются помочь реализовать право каждого ребенка воспитываться в семье. По словам начальника управления по вопросам семьи и детства Галины Лыско, творческий конкурс «Как солнышко в ладошках» позволяет оценить уровень мастерства родителей в воспитании детей. Ведь главным критерием отбора замещающей семьи является ее желание и возможность не просто создать все условия для того, чтобы ребенку в новой семье было комфортно, но и развить его способности рассмотреть в каждом изюминку таланта. И приемные родители еще обмениваются опытом, показывая мастер-класс, как они это делают, как они вместе с своей семьей создают такие шедевры. У нас детки еще сегодня покажут свои таланты на сцене, поют и пляшут. И мы считаем, что каждый ребенок в этом конкурсе становится победителем, потому что мы видим, как развивается ребенок, малыш, подросток ли в этой семье. Уютный зал Славинской школы-интерната гостеприимно принял всех участников конкурса замещающих семей. В рекреации специалистами была организована выставка «Город мастеров», на которой семьи представили свои творческие работы – рисунки, аппликации, изделия из натуральных материалов, бисера, ниток, пластилина. Участники выставки Галина и Евгений Горбенко воспитывают четверых детей, трое из которых – приемные. Каждый год они с трепетом и вдохновением ждут конкурса «Солнышко в ладошках». Ведь он превращается в чудесный светлый праздник, где каждый может почувствовать в своих ладонях не только теплоту общения, но и великую силу любви и доброты. Для нас, во-первых, это праздник. Во-вторых, это встретиться со всеми приемными семьями – нас уже много. И возможность с детям пообщаться и показать себя. То есть это как бы такой определенный рубеж, который они проходят. Выступили, им понравилось. Вообще, это очень большое общение большой семьи. Первой семье предстояло показать визитную карточку «Моя счастливая семья». Во второй нужно было представить свои работы в творческой мастерской «Город мастеров». На выставке «Стенгазет. Семья» каждой семье нужно было рассказать о том, как живут дети в семье, чем увлекаются, как всей семьей трудятся и отдыхают. И последняя номинация – конкурс художественной самодеятельности, в которой нужно было показать все свои творческие способности. Каждая семья старалась показать и раскрыть все таланты своих детей. Все семьи читали стихи, пели песни, демонстрировали в спортивные достижения. Жюри было сложно сделать выбор, потому что все семьи были очень сплоченные и дружные. Памятные подарки получили все участники мероприятия. Победительницей конкурса замещающих семей Славянского района «Солнышко в ладошках» стала приемная семья Галины Горбенко, которая будет представлять Славянский район в зональном этапе в городе Крымске. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, Георгий Калинин. Программа «События». Славянский район «Солнышко в ладошках»